Дмитрий Ростовский Виталий Дворянкин о футболе может говорить часами. В ТВ-городе он был одним из основателей программы «Чемпион». Самая читающая девочка России живет в Барнауле. Библиотекарь уверенный Юлия Рассахань совсем не гениальный. Обычный ребенок. Читающих детей сейчас очень много, вопреки рассуждению, что в библиотеку никто не ходит. Это информационный канал «Город» в студии Антон Киселенко. Здравствуйте. Барнаул готовится к визиту патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейшая особа сейчас находится в Горном Алтае, а в понедельник, 21 сентября, посетит Краевую столицу. Каким встретит город патриарха и какие основные точки он посетит, выяснял Алексей Янкин. На вид серебряные надели оцинкованные. Цепь ограждений, препятствующая выходу пешеходов на дорогу в неположенном месте, за последнюю неделю заметно удлинилась. Новые пролеты появились на самых аварийных перекрестках. Проспекта Ленина, строителей Павловского тракта и улицы 50 лет СССР. Правда, с визитом патриарха интенсивную установку ограждений в мэрии не связывают. Говорят, совпадения. Просто у подрядчика только сейчас нашлось время приступить к работе. Напомним, Барнаул второй год участвует в программе повышения безопасности дорожного движения. В прошлом году мы установили 3700 метров погонных ограждений. В этом году также в рамках программы устанавливаем еще 2700 метров погонных ограждений. Программа направлена именно на повышение безопасности движения, на снижение аварийности. А вот что напрямую связано с подготовкой к встрече священника номер один, так это современное состояние площади Спартака у храма Дмитрия Ростовского. Новенький асфальт радует глаз прохожих и водителей автобусов уже больше недели. От былых трещин и выбоин нет и следа. Преобразился и большой продуктовый магазин. Фасад подштукатурили, покрыли новой, более выразительной краской. По всему видно, убранство площади почти безупречно. Напомним, именно в храме Дмитрия Ростовского патриарх Кирилл совершит службу. Отсюда священник отправится на поток, где пройдет освящение нового кафедрального собора. Долгое время, к сожалению, не было своего храма на потоке. И вот было принято решение, что именно там будет строиться новый Спаский кафедральный собор. И 21 сентября, в день Рождества Престой Богородицы, когда святейший патриарх Кирилл посетит нашу епархию, то именно в этот день будет совершено освящение закладного камня и место, на котором будет построен кафедральный собор. На месте будущего кафедрального собора, а построят его между геомаркетом и парком «Солнечный ветер», уже стоит закладной камень. Надпись на граните гласит, что в указанный день, указанный час, святейший патриарх Кирилл осветит будущее строительство. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город». Отопительный сезон начался. По графику горожан подключают к теплу. Почти 800 жилых домов, более 100 детских садов и 50 школ. Чтобы процесс пошел, на Барнаульских ТЭЦ создан необходимый запас угля. К примеру, на третий от нее запитано больше половины города, более 130 тысяч тонн, почти в два раза больше норматива. О бесперебойных поставках на теплоцентраль топлива, по заверению энергетиков, можно не волноваться. В этом убедилась и наш корреспондент Лариса Куренкова. Она побывала на разрезе, из которого уголь доставляют в краевую столицу и видела всю цепочку от добычи до превращения его в полезную энергию для миллионов жителей Сибири. Сибирь таит в своих недрах ценнейшие природные богатства. Одно из самых востребованных – уголь, твердое черное золото Красноярского края. Первый ковш вынули из Бородинского разреза более 65 лет назад. И если соединить все вагоны с углем, поставленным потребителем за все время, то состав 8,5 раз обогнет экватор. Из этих пластов добывают уголь для Бурнаульской ТЭЦ-3. Это наш давний потребитель. На протяжении, насколько я помню, лет 15-20 мы постоянно туда поставляем свой уголь. Какие объемы? В месяц до 200 тысяч тонн мы туда поставляем. Это зимний период, летом, естественно, там 80-60 тысяч. Процесс добычи непрерывен. Зрелище завораживает. Горы угольных пластов под полсотни метров. Для забора ископаемого с таких высоких масс используется не кирка, она здесь бессильна, а вот такой экскаватор с 10-этажный дом. Им управляет не менее пяти человек. Допустим, двигателя хода есть, то есть ты нажимаешь, дозированная подача идет. Кнопку нажал, доза сразу, то есть подъездка, поворот, там команда контроллер, там ты рычагами, это самое. Доставляют уголь железнодорожным сообщением. Про буксовки с поставками говорят крайняя редкость. И заверили, барнаульский отопительный сезон пройдет без перебоев. Сейчас мы как раз можем наблюдать довольно интересный процесс – погрузку угля. Кстати, этот состав пойдет прямиком в Барнаул. 45 вагонов, 2500 тонн угля. Его хватит в барнаульской ТЭЦ-3 примерно на два дня. Основные потребители угля Бородинского месторождения – Сибирь, Дальний Восток. Население и крупные предприятия. Ближайшие из городов Красноярск. Их ТЭЦ-3 практически собрат нашей третьей теплоэлектроцентрали. Похожие оборудования котельных, технологии, например, фильтры. Они позволяют минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу. Из 100 килограммов золы, которые выходят с котла, всего 2 десятых уходят в трубу дымовую. Все остальное у нас остается, очищается в этом агрегате и в бункерах, которые мы видим, удаляется на золоотвал. В сфере теплоснабжения в целом, по словам энергетиков, есть куда развиваться. МСГК ратуют за единую теплоснабжающую организацию в каждом городе. По тарифам в случае монополизации рынка, уверяют, волноваться не стоит, поскольку их устанавливает и регулирует государство. Монополизация дает возможности максимально, как я говорил, использовать эффект от масштаба. Наличие единой целостной системы, в том числе и развитие схемы теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация – тема, которая долго обсуждалась и в нашем городе. Сегодня 85% потребителей охватывает Бурнаульская генерация, остальные 15% – МОП «Энергетик» и другие мелкие теплоснабжающие предприятия. Говорить о стопроцентном охвате пока не приходится. Это вопрос на перспективу. Решится ли он? Время покажет. Лариса Куренкова, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». До 1 октября необходимо заплатить налоги, напоминает Управление налоговой службы по Алтайскому краю. Узнать, какую сумму нужно внести и за какой именно налог, можно на сайте ведомства или обратившись в отделение по месту жительства. Однако тем, кто живет в квартирах и домах, построенных в нашем регионе после 2012 года, налог на имущество платить не нужно. Это связано с тем, что край работает по инвентаризационной системе стоимости объектов недвижимости, а у новых домов расчет идет по кадастровой стоимости. Но таких данных у налоговиков пока нет, они еще не собраны. Порядок расчета изменится, когда в регионе примут кадастровый порядок расчета. Сейчас платить не нужно, также никто не потребует с вас денег за все эти годы и после перехода на новый режим. Как только Алтайский край примет такое решение о переходе налога, расчета налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, так мы его начнем считать. Но по законодательству у нас обязательный переход для всех территорий Российской Федерации не позднее 2020 года. До нового года еще больше трех месяцев, однако в краевой столице уже стартовал прием заявлений от желающих разместить на территории города елочные базары. Напомним, с этого года сезонные места торговли будут предоставляться уже на основе аукциона. Желающие торговать елками в канун нового года уже сейчас должны принести свои заявки в администрацию того района, на территории которого им хотелось бы работать. Прием заявлений специалисты будут вести с 15 сентября по 14 октября. Полностью процедура предоставления места торговли по новым правилам займет около трех месяцев, сообщают в администрации Барнаула. Напомним, порядок проведения аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города был утвержден 8 июля этого года. После того, как будут приняты все заявления от желающих, будет проведен анализ. На те места, где было подано два заявления и более, будут проводиться аукционы. Они также будут объявляться заранее. Там, где было подано одно заявление с предпринимателем, будет заключаться договор. Сегодня день оружейника. Профессиональный праздник работников предприятий оборонной промышленности. В краевой столице на Барнаул-Трансмаше трудится 1700 человек. Они собирают моторы для боевых машин пехоты, а также военных катеров. Сложно переоценить вклад алтайских заводов в победу в Великой Отечественной войне. Каждый четвертый дизель для легендарного танка Т-34 произвели на Барнаульском заводе танкопрома номер 77. В годы войны Алтай принял более ста эвакуированных предприятий, чтобы организовать серийный выпуск оборонной продукции. В юбилейный год, посвященный 70-летию Великой Победы, музеи по всей стране сегодня открывают экспозиции отечественного оружия. Алтайский и краеведческий ждет более полусотни ребятишек. Они увидят не только выставку, где представлены винтовка Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, пулемет системы Максима, автомат Калашникова, но и фильмы о легендарных конструкторах. В нашу музейную коллекцию входят еще две пушки. Это 76-мм дивизионная и 45-мм противотанковая пушка. Обе пушки установлены на фасаде Алтайского государственного кровеческого музея. 6 декабря телекомпании «Город» исполняется 20 лет. Сегодня мы продолжаем свой рассказ о людях, которые создали городское телевидение. На этот раз побывали в гостях у Виталия Дворянкина, одного из авторов программы «Чемпион». Кстати, впервые она появилась именно в ТВ-городе. Слово Ольги Калачевой. Сегодня Виталий Дворянкин, главный редактор газеты «Алтайский спорт», пишет обо всех видах спорта. Но футбол – отдельная тема, самая любимая. В прошлом футболист готов о футболе говорить часами. Поэтому неудивительно, что работая в ТВ-городе, он принимал участие в создании программы «Чемпион». Журналист Сергей Зюзин был ее лицом. Евгений Панченко, тогда он являлся начальником футбольной команды «Динамо Барнаул» – идейным вдохновителем. А Виталий Дворянкин – корреспондентом, а иногда и оператором. У меня было такое впечатление, что в тот период весь футбольный мир, может быть, и очень благодаря нашей передаче, стал одной большой семьей. Потому что нас с Серегой принимали везде, как своих, как самых близких. Всего в ТВ-городе Виталий Дворянкин проработал три года. Кстати, большинство своих репортажей он создал именно на этом стадионе. Вместе с Сергеем Зюзиным проводили здесь сутки напролет. Вообще, с этим местом у Виталия связано многое. В юности он постоянно бегал сюда, смотрел все игры, которые проходили. Вот, на этой бровке мы взяли кучу интервью, сделали массу репортажей с этого поля. Было интересно, наверное, нашим зрителям. Сегодня любимый футбол Виталий смотрит на работе, говорит, когда время позволяет. Кумиров и любимых команд у него нет, считает это невозможно. О спорте Виталий пишет уже четверть века, знает плюсы и минусы каждого спортсмена, помнит, каким образом начиналась его карьера. Кстати, первое интервью Алексея Смертина на алтайском телевидении было записано именно в студии ТВ-город. Алексей тогда приезжал, ну, домой в гости, и мы его… Он еще был футболистом Ленинской Кузнецкой Заре, в общем-то, конечно, в футбольном мире он уже был достаточно известен, но как, ну, в стране его еще тогда никто не знал, и его имя вообще никак не гремело. Он был просто парень, который здорово играет Ленинской Кузнецкой Заре. Есть ли у Виталия Дворянкина ностальгия по ТВ-городу? Нет. Говорит, скорее по тем годам, ведь это была его молодость, когда хотелось работать вопреки всему. Деньги, конечно, играли свою роль, но совсем не главную. Ну, что пожелать ТВ-город? Чтобы юбилей этот у него был не последний, чтобы вы отметили 25 лет, 30 и 50. Творческих вам удач, зрительского интереса. Ольга Калачева, Алексей Фрезин, информационный канал, город. Самая читающая школьница России живет в Барнауле. Всего за один учебный год Юля Рассахань прочитала более 700 книг из библиотеки поселка Южного. Много это или мало узнавал Илья Кочетков. 733 книги, если говорить точно. Это примерно как три таких библиотечных стеллажа. Сама Юля признается, такое внимание со стороны прессы для нее непривычно. Ведь ничего особенного она и не делала. Просто брала книги по программе, а еще по дополнительной программе, а еще просто, чтобы узнать что-то новое. Так что победа была для нее полной неожиданностью. Ну, я вообще не знала, потому что считать мне их незачем было, сколько я брала. Вообще был шок. Я даже не верила сначала, что столько можно было прочитать. На какие-то тратила по несколько часов, на другие пару дней. Из последних любимых назвала человека амфибию и класс коррекции. При этом, уверяет она, не отказывает себе ни в удовольствии посидеть за компьютером, ни погулять, ни попеть. Она серьезно занимается вокалом. Как нам пояснила Ирина Белозерских, работник Барнаульской библиотеки номер 10, самую активную читательницу она нашла, когда подбирала кандидатуру для всероссийского конкурса «Самый читающий школьник» по количеству изданий, взятых в библиотеке. Но цифра 733 и у нее удивления не вызвала. Читающих детей сейчас очень много, вопреки рассуждению, что в библиотеку никто не ходит. Это не так. У нас в библиотеку ходит, особенно в школьное время, по 120 человек детей в день. В качестве награды за тягу к печатному слову, а Юля, кстати, самым современным электронным читалкам предпочитает бумажное издание, организаторы конкурса наградили ее поездкой в Москву на международную книжную выставку-ярмарку. Там ей вручили ценные призы и диплом победителя. А сегодня ее чествуют в родной библиотеке, где она уже снова присмотрела несколько новых книг. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Лучшей книгой прошлого года в Швеции стало издание о садоводстве. Книга покорила жюри в первую очередь своим оформлением и иллюстрациями. Сделала их барнаульская художница Татьяна Шербидова. Как ботаника из науки превращается в искусство, выясняла Маруся Загорска. Ее вдохновляют морковь, кудрявая петрушка и огурцы с бабушкиного огорода. У художницы Тани Шербидовой редкая специализация. Она занимается ботанической иллюстрацией. Таких мастеров во всей России по пальцам пересчитать. А востребованных на Западе вообще двое. Коллега Тани в столице и Шербидова в Барнауле. Получается выгоднее работать в Барнауле, получать там долларовую зарплату из-за рубежа. И когда тебе что-то интересно, летать в тот же Петербург. Два года назад Таня уезжала в Петербург учиться и искать заказчиков. В родном Барнауле спроса на ботаническую иллюстрацию нет. Мода на такие изображения еще не дошла. Да и платить прилично за рекламные картинки местные предприниматели пока не готовы. Я уехала и все начали писать, куда же ты уехала, давай, вот у нас бы ты преподавала, было бы отлично. Я вернулась, все, никого нет. Комментарий был такой, прям, вот бы вы были в моем городе, я бы тоже не пошел. Теперь Шербидова преподает, в основном для души, а зарабатывает, рисует цветы, овощи и пирожные для иностранных компаний. Признается, сейчас заказов больше, чем она может выполнить. Шутит, создала школу иллюстраторов, чтобы было кому интересные проекты передавать. У нас столько девчонок в Барнауле, которые классно рисуют и делают это втихаря, и только когда есть свободное время от какой-нибудь там работы, которая им вообще не нравится. Таня уверена, стать иллюстратором может любой. Нужно лишь развить глазомер, набить руку и запомнить. Ботаник, только в школе обидное ругательство. Маруся Загорска, Николай Шилко, информационный канал «Город». Гостем Татьяны Голубевой завтра, накануне Дня работников леса, будет Денис Шубин, председатель общественного совета при Главном управлении края по природным ресурсам и экологии, член Президиума Федерации хоккея Алтайского края. Не пропустите завтра в 19.30 на канале ТНТ. Завтра хоккейный Алтай возьмет старт в новом сезоне. В гости в Барнаул пожалует юниор «Спутник» из Нижнего Тагила. Напомним, с этого года Алтай примет участие в первенстве высшей хоккейной лиги. Сейчас команда завершает подготовку. Перед началом чемпионата из-за финансовых проблем клуб отказался от выездных сборов. Спортсмены начали тренировки сначала на стадионах Барнаула, после заливки льда перебрались в родной дворец зрелищи спорта. К удивлению фанатов, в цветах Алтая не будет выступать Илья Шубович. Нападающий ранее играл за алтайских беркутов и, по мнению болельщиков, считался одним из лучших молодых хоккеистов. Также клуб расторки еще несколько так называемых просмотровых контрактов. Сейчас в заявку включены 22 игрока. В ближайшее время процедуру пройдут еще пять. С ближайшим соперником на домашней арене барнаульцы проведут два матча 19 и 20 сентября. В первый день команды выйдут на лед в 15 часов ровно. Пошли уже на то, что начали омоложать команду. Ребята, которые раньше когда-то уезжали с Алтая, вернулись из Сомска, из других городов. Поэтому команда молодая, задорная, посмотрим. Будем брать задором, наверное, неопытом. Между тем, у футболистов Барнаульского «Динамо» сезон в самом разгаре. Сейчас команда занимает для себя непривычное место. Последнее. С выезда на Дальний Восток не удалось привести ни одного балла. Болельщики с опаской ждут следующего матча. Завтра в столицу края приедет принципиальный соперник – Новокузнецк. Накануне встречи Кирилл Политов посмотрел на тренировочный процесс и узнал, какое настроение у сине-белых. «Динамо» бежит. Побед как не было, так и нет. В чемпионате по-прежнему обыграна лишь одна команда. Под раздачу попали забайкальцы. С остальными все гораздо сложнее. Сине-белые буквально на ровном месте теряют важные очки. Десять матчей сыграно, а в турнирной таблице – последнее место. Настрой всегда был боевой, и на последнем, и на последнем месте. Сейчас попали в такую ситуацию. На каждую игру настрой теперь двойной, но пока чего-то не хватает. Поисками этого самого чего-то футболисты заняты на тренировках. В приоритете оборона. К защите у болельщиков накопилась масса вопросов. Пока без ответа. За 10 игр Богдан Корюкин вытащил из сетки 14 мячей. Однако и нападение не доработало. Забитых 8 – это меньше, чем у других соперников. Ситуация, конечно, вроде игра появилась, очков нет. Это гнетет на команду. Давит. Мы понимаем ответственность перед болельщиками. Стараемся играть в каждой игре, но не всегда получается. Один из любимчиков публики Евгений Щербаков – в строю. После травмы постепенно набирает форму. В городке Корсакова против Островитян вышел в стартовом составе. Обещает с первых минут появиться и против новокузнецких Столеваров. Да, обязательно увидите. Я соскучившимся, надеюсь. И в прошлогоднем меня увидите, наверное. Первыми по графику гости из Кузбасса. За всю историю противостояний статистика встреч не в пользу сенебелых. В этом сезоне «Динамо» проиграла на выезде. Победа тоже есть, но кубковые баталии – все же отдельная история. Сумеют ли барнаульцы написать новую страницу? Со счастливым финалом станет известно завтра. Сразу после рекламы с прогнозом погоды на предстоящие выходные и начало следующей недели вас познакомит Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Кстати, 103 года назад в этот же день барнаульцы, проснувшись, увидели, что наступила настоящая зима. Температура опустилась до минус 1 градуса. Улицы города оказались покрыты слоем снега толщиной до 5 вершков. Это больше 20 сантиметров. Городской пруд замерз, а по берегам Барнаулки и Аби образовался лед. Надеемся, что осень 2015 еще порадует нас теплой погодой. Но об этом сразу после рекламы. Здравствуйте. В студии Людмила Сырых с информацией о погоде на предстоящие выходные дни и начало следующей недели. В течение недели с затоком холодных воздушных масс северного происхождения среднесуточная температура воздуха опускалась на 3-5 градусов ниже нормы. Количество выпавших осадков составило 8 миллиметров, что соответствует декадной норме. В начале следующей недели, после непродолжительного окна хорошей погоды на выходные, вновь установится достаточно холодная и неустойчивая с дождями погода. В субботу в Барнауле ожидается небольшая облачность без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные часы приблизится к нулю, днем прогреет до 13-15 тепла. В воскресенье переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь. Ветер ночью восточный, слабый, днем юго-западный, умеренный. Температура ночью плюс 3-5, днем плюс 12-14 градусов. В понедельник, находясь в теплом секторе северного циклона, ожидается облачная, временами с дождем погода. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью плюс 4-6, днем плюс 11-13. Во вторник с прохождением холодного фронта ожидается дождь. Есть большая вероятность, что в ночные и утренние часы с мощным затоком холода дождь будет сопровождаться мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем 5-7 градусов выше нуля. В среду сохранится переменная облачность, дождь, ночью временами переходящий в мокрый снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днем не поднимется выше 7 градусов тепла. До конца рабочей недели сохранится холодная и дождливая погода. Поэтому одевайтесь потеплее и не забывайте брать с собой зонтик. Хороших вам выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин